Каждый год в начале октября весь научный, да и не только мир, отмечает удивительный праздник — Всемирную неделю космоса. С 4 по 10 октября во всех странах проводятся мероприятия, посвященные космической тематике. И наш город тоже не остается в стороне. Как отметили неделю космоса в этом году, расскажем сегодня. Смотрите в этом выпуске. Как отметили Всемирную неделю космоса в Уфе? В школах наконец-то ввели астрономию. Реакции учителей и их учеников. Астрофотография. Тяжело ли фотографировать звезды, и в чем основные отличия телескопов для наблюдений и для астросъемки? Тысячи лет человечество наблюдало за звездами и мечтало к ним полететь. И вот в середине 20 века этот прорыв наконец-то произошел. 4 октября 1957 года Советский Союз запустил в космическое пространство первый искусственный спутник Земли. Этот небольшой прибор массой чуть более 83 килограмм летал вокруг нашей планеты 92 дня и совершил за это время 1440 оборотов. Из-за трения о верхние слои атмосферы спутник постепенно терял скорость, снижался и в конце концов сгорел. Но история освоения космоса после этого не закончилась, а наоборот, только началась. За спутником один последовали и другие спутники. Затем в космос полетели первые животные и первый человек. Желаю вам доброго полета! Поехали! Все люди Земли понимали, что запуск первого искусственного спутника Земли – это начало космической эры. Это было совершенно очевидно, что тот всплеск творческой активности, технологической, интеллектуальной, в конце концов соревновательной, настолько бурный был, что нельзя было не отметить вот этот день. 10 октября 1967 года был подписан документ, регулирующий использование космического пространства. Это был договор о космосе. В нем говорится, что ни одна страна не имеет права размещать в космосе ядерное оружие и не может предъявлять претензию на владение космическим телом или его частью. Так что садовые участки на Луне, которые продают частным лицам некоторые компании, абсолютно незаконны. В самом конце 20 века, 6 декабря 1999 года, после непродолжительных обсуждений, Генеральная ассамблея ООН провозгласила период с 4 по 10 октября Всемирной недели космоса. С тех пор более 90 стран ежегодно проводят мероприятия, связанные с космической тематикой. В этом году Всемирная неделя космоса посвящена исследованию новых миров. Всемирная неделя космоса активно отмечается и в Уфимском планетарии. Так как 4 октября 2017 года исполнилось ровно 60 лет со дня запуска «Спутника-1», то первое мероприятие в планетарии было посвящено именно этому событию. Популяризатор космонавтики Филипп Церехов провел бесплатную лекцию под названием «Первый спутник и другие вехи космической эры». А 9 и 10 октября в планетарии прошел бесплатный фестиваль полнокупольных фильмов по астрономии. Эти фильмы были привезены из разных российских городов, а также из-за рубежа, и показывались в Уфе впервые. Вы увидите фильмы, которых никогда еще мы не смотрели. Мы сами не видели их, и вы впервые, конечно же, увидите эти фильмы. Это фестиваль. Это фестиваль, который называется фестиваль полнокупольного фильма или полнокупольных программ Уфа-2017. Давайте посмотрим внимательнее. Помогали в проведении фестиваля две фирмы из Москвы и Нижнего Новгорода. Они привезли в планетарий фильмы, которые показывали здесь в течение двух дней всем желающим. Для нас была создана программа, которая называется «Космос рядом с нами». Это рассказ о Солнечной системе, о тех небесных телах, интересных явлениях, которые происходят непосредственно рядом с нами. А второй смысл названия в том, что в планетарии для посетителя космос становится ближе, становится рядом. Также в этой программе мы рассказываем о научных проектах, которые разрабатываются в России, то есть о тех открытиях, которые совершают российские астрономы. А также мы представили целый ряд зарубежных программ от различных авторов для того, чтобы школьники Уфы смогли их посмотреть. В этом году в школьную программу снова ввели курс астрономии, и фестиваль проводился в поддержку этого долгожданного возвращения. Два дня школьники и учителя смотрели полнокопольные фильмы о астрономии и космосе. Программы рассказывали о последних успехах в исследовании космического пространства и тел Солнечной системы. Речь, когда идет о вот этом фестивале, мы пытались помочь учителям, потому что, во-первых, у них нет совершенно сейчас возможности курса повышения квалификации пройти. Определенная была заминка в этом плане на уровне, скажем, руководящих органов образования. Плюс даже учебники в астрономии многие школы не заказали, не имеют. Учителя физики, которые ведут астрономию, или которым дали в нагрузку по большому счету, потому что, ну, они не готовы к этому. Они, конечно же, рады приходить в планетарии, они приходят в планетарии. А сейчас мы им делаем подарок. Этот подарок я замыслил как подарок Дни учителя. Вы знаете, он только что вот в воскресенье прошел, и, соответственно, с понедельника в вторник у нас этот фестиваль проходит. Десять лет практически не было ни слуха, ни духа про этот предмет. Конечно же, некоторые учебные заведения как-то находили возможность преподавать. Частично три главы где-то астрономии было внесено в предмет физики 11 класса в конце года. Ну, это не то по сравнению с тем, что было. И вот буквально с этого года предмет астрономии вводится обратно, заново, начиная причем с 10 класса. Довольно-таки хорошо, нужно, потому что молодежь буквально основные основы какие-то практически уже не знают, забыли и не в курсе. То есть иногда даже элементарных вещей не знают, как устроена система мира, если спросить. Конечно, я приветствую однозначно, астрономия нужна. Изучать астрономию по учебникам довольно скучно. А поход в планетарии, где наглядно демонстрируются космические объекты, такие как планеты, звезды и галактики, дает школьникам возможность не просто представить, но и увидеть всю красоту и необъятность Вселенной. Одной из особенностей полнокупольных фильмов является не только их зрелищность, но и ощущение полного погружения, полета сквозь космическое пространство. Почувствовать это можно только в планетарии, ведь ни в одном кинотеатре города нет такого круглого и вогнутого купола, как здесь. А потому и фильмы для планетариев создаются по особым технологиям. Формат, который показывается в планетарии, это формат фуллдом, то есть формат полного купола 360 на 180 градусов. И таких планетариев и театров с куполом их очень мало, и в мире на самом деле не так много. Поэтому это уникальная вещь, которая обеспечивает погружение зрителя в происходящее. И эффект, конечно, он гораздо сильнее, чем от обычного кино, чем от просмотра каких-то научно-популярных фильмов в интернете. Ну и, собственно, по зрителям, по реакции зрителей это сразу видно. Школьники, которые пришли на фестиваль, остались довольны. Мне больше понравился первый фильм, потому что он был очень яркий, красочный. Там было все очень красиво, познавательное, много научного, много узнала нового. Предмет введен, но мы еще много не прошли, поэтому буду изучать, ну, стараться. Конечно, понравилось. Это такой опыт необычный. Мы все-таки ходим в Фондарь не каждый день, и было интересно. Про то, как жизнь зародилась на нашей планете, как было вообще раньше на нашей планете. Ну, в общем, было интересно. С первых секунд даже, как показывать начали, было ощущение движения, и интересно было очень. Даже немного голова загружилась вначале. Вот начало первого фильма, как зарождается жизнь. Я занимаюсь биологией, поэтому мне понравилось, как показана клетка. И мне кажется, это могло быть не только изучение астрономии, так, но и изучение, например, биологии. В этом году, во Всемирную неделю космоса, мы решили приехать в гости к астроному-любителю Егору Константинову. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чего началось ваше увлечение астрономией? Когда я был маленький, в 10 лет папа подарил мне мой первый телескоп. С этого времени я веду отсчет своей любительской астрономической деятельностью. Зачем вы обычно наблюдаете в небе? Ну, первое время мне было интересно все, так как я не видел ничего. И я смотрел и Луну, и планеты. Особенно поражает Луна, то есть и планета очень интересная. Потом я постепенно перешел к объектам глубокого космоса, так как Луна, она одна всегда, всегда одной стороной. Планет красивых, которые хорошо видно, тоже не очень много. А вот объектов глубокого космоса очень большое количество. Их можно и за всю жизнь посмотреть далеко не все. А чем вы сейчас занимаетесь? Вы больше наблюдаете в телескопе или фотографируете? Ну, в какой-то момент я понял, что наблюдения довольно ограничены, так как человеческий глаз не идеален и, допустим, не может накапливать свет. И я постепенно перешел к астрофотографии, потому что этот способ позволяет увидеть больше. Ну, а кроме того, это позволяет комфортно показать окружающим, что есть на небе. Сколько примерно времени занимает съемка одной галактики? Очень сильно зависит от самой галактики. Если галактика яркая, допустим, туманность Андромеды, ее видно невооруженным глазом, и телескоп она смотрится хорошо, то на нее может уйти всего два часа, чтобы получилась более-менее приличная фотография. Если же хочется вытянуть какие-то слабые детали у той же галактики или галактика сама по себе очень слабенькая, то может уйти, можно сказать, неограниченное количество времени, предела совершенства нет, может уйти часов 30. То есть это растягивается на несколько недель, месяцев, иногда лет. То есть одной ночи недостаточно? Одной ночи может быть недостаточно, да. А какие вообще должны быть условия идеальные для астронома, чтобы он наблюдал в небе какие-то объекты? Если речь идет о наблюдениях, то, конечно, не хочется дубить на морозе, и поэтому хорошо бы, чтобы было достаточно тепло. Ну и самый главный критерий, о котором любой астроном-любитель вам скажет, это облачность. Облаков быть не должно, за облаками не видно звезд. Ну и, наверное, подальше от света, подальше от города. Да, 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 очень важно световое загрязнение. То есть в городе видно очень плохо. Здесь, за городом, видно уже чуть получше, но здешнее небо все равно далеко от идеала. А если мы снимаем небесные объекты, то есть делаем фотографию, условия как-то отличаются? Условия отличаются в зависимости от того, какой объект мы снимаем. Если, допустим, астроном-любители, которые занимаются астрофотографией Луны и планеты, для них очень важна спокойность атмосферы, так называемый сиинг. Для них важно, насколько атмосфера раздувает звезды. То есть для планеты важно разрешение. Чем оно лучше, тем больше можно сфотографировать деталей. Расскажите, что вот самое грандиозное вы сумели сфотографировать в свой телескоп? Сложно сказать, потому что каждый объект уникален по-своему, и каждая фотография хороша по-своему. То есть у меня есть фотографии, которые очень мне нравятся с художественной точки зрения. То есть, ну это мне нравится, кому-то может не нравится, но это уж каждый сам решает на то, это и художественная точка зрения. А есть фотографии, которые я делал для того, чтобы, например, выяснить предел своих возможностей. Сколько можно вытянуть на небе цвет. И как далеко вы заглянули в космос? По рамкам астроном-любителей, как бы на сегодняшний день не очень далеко. Но, допустим, каких-то пять лет назад это было бы на уровне профессионалов. То есть любительская астрономия, она очень сейчас быстро развивается. Допустим, 10 лет назад это вообще было нечто за гранью. А сейчас уже некоторые астроном-любители наступают на пятки профессионалам. Ну и, кроме того, в некоторых местах они даже сливаются. То есть настолько аппаратура уже современная, хорошая, мощная? Да, да. Сейчас есть адаптивная оптика, сейчас есть все возможности, чтобы даже потягаться с космическим телескопом Хаббла. Ну, ничего себе. Егор показал нам два своих телескопа. Один он использует для фотографирования, а во второй наблюдает за звездами сам. Телескоп, который используется для астросъемки, выступает в качестве очень мощного объектива, позволяющего заглядывать далеко в космос. Важную роль играет и монтировка. Это устройство, на которое устанавливается телескоп. Сейчас я расскажу, каким образом я снимаю небо. То есть все начинается с монтировки, которая служит для удержания всех элементов и для компенсации суточного вращения Земли. Сейчас она сориентирована таким образом, что ее главная ось направлена на полярную звезду. Непосредственно для создания изображения используется вот такой телескоп. Это рефрактор-апохромат-дублет. Он устанавливается следующим образом, при помощи ласточек на хвостах. Все, вот в таком положении он установлен. Чтобы делать снимки звезд, нужен фотоаппарат. Однако у Егора фотоаппарат мало напоминает привычную всем мыльницу. Этот прибор создан специально для съемки космических объектов. Камера — это вот этот блок. Он не похож на обычный фотоаппарат, потому что здесь не нужен такой функционал, который присущ обычному фотоаппарату бытовому. То есть здесь не нужен видоискатель, соответственно, не нужно ни зеркало, ни встроенный процессор мощный здесь не нужен. К этой камере нужен компьютер. Без компьютера она бесполезна. Она не работает. Вот, цепляется она к телескопу на резьбу, к трубке фокусера. Еще одна особенность данного устройства в том, что оно отлично работает при низких температурах. Основное ее отличие от обычной камеры — то, что она может охлаждать сенсор до температуры более низкой, чем окружающая среда. То есть здесь используется термоэлектронный холодильник, который охлаждает матрицу, чтобы она меньше шумела. То есть если на улице мороз, ему даже, этому фотоаппарату, даже легче работать гораздо. Наоборот, если на улице плюс 25, это какая-нибудь летняя жаркая ночь, вот тогда начинаются проблемы. Сфотографировать планету или галактику — дело непростое. Так как Земля вращается, и звезды не стоят на месте, телескоп тоже должен вращаться вслед за ними, чтобы картинка не смазывалась. Вращение и сама съемка производятся с помощью компьютера. Все управление астрографом осуществляется при помощи ноутбука. То есть для наведения я использую ноутбук. После этого я провожу синхронизацию с небом. То есть делается пробный кадр по опорным точкам. Осуществляется привязка к небу. Выбирается объект съемки после этого. Чтобы картинка вышла красивой и яркой, нужно собрать как можно больше света от объекта съемки. Поэтому одна фотография состоит из множества снимков, наложенных друг на друга. Это может быть 26 часов экспозиции по часу каждые, 26 кадров. А может быть, соответственно, 52 кадра по 30 минут. Они накладываются друг на друга. В результате этого усредняются шумы, их становится меньше и усиливается сигнал. То есть становится больше видно. Когда фотосъемка завершена, астрофотосессия на рассвете, телескоп паркуется в исходное положение, направленный на северный полюс мира. Телескоп, предназначенный для наблюдений глазами, заметно отличается от своего собрата. Он гораздо больше и тяжелее. Сейчас мы будем ставить телескоп для визуальных наблюдений, 250-миллиметровый телескоп системы Ньютона. Он весит 12,5 килограмм против. Сложно сказать, какой из них лучше, потому что это два разных инструмента для разных целей. В него я смотрю на Луну, планеты и объекты глубокого космоса. Он собирает довольно много света, обеспечивает большое разрешение. В принципе, предел его разрешения диктуется даже не качеством его исполнения, а состоянием атмосферы. То есть чем он отличается от ведущего телескопа? Здесь в качестве объектива используется не линза, а зеркало. В мире существует множество видов телескопов. Все они разные, и каждый предназначен для своей определенной задачи. Но все эти устройства объединяет одна глобальная цель. Именно телескопы помогают человеку познавать Вселенную.